Это проект Смотри Хабаровск. Студия Надежды Выходцева. Самый спортивный человек телеканала. И дело не в ежедневной зарядке. Именно мне доверили обсудить спорт как норму жизни Хабаровска. Главный эксперт в этом вопросе, начальник управления по физкультуре, спорту и здравоохранению администрации Хабаровска Александр Леонов. Александр Юрьевич, добрый вам день. Добрый день. Вот когда мне доверили это обсудить, спорт, у меня встал вопрос, а как это определить, что спорт стал нормой жизни какого-то человека? Ну вы знаете, это очень, скажем так, широкий и глубокий вопрос, чтобы, допустим, спорт стал именно действительно нормой жизни для человека. Во-первых, должны быть созданы условия для того, чтобы человек мог в идеальном варианте, в шаговой доступности чем-то заняться. То есть это зайти, например, просто на элементарный спортивный городок, либо иметь, например, рядом с домом какую-то велодорожку, либо, например, просто иметь пешую доступность дойти до какого-нибудь стадиона или спортивной площадки. Это инфраструктура. Да. А вот если оценивать человека? А вот если оценивать человека, то вот сейчас по новым нормативам, если человек 2 раза в неделю, 45 минут в день занимается, плавает, ходит, приседает, делает упражнения с гантелями, со скакалкой 2 раза в неделю, 45 минут, значит, он ведёт активно в разожить. То есть каждый день ходить с работы домой, это в принципе уже считается? Практически, если он уйдёт 45 минут, да. Да, замечательно. Хорошо. Но вот вы сказали об инфраструктуре и о человеческих нормативах. Можно ли сказать таким образом, что Хабаровск стал спортивным городом и спорт вошёл в норму жизни хабаровчан? Опять же я говорю, что спортивная инфраструктура города Хабаровска, она действительно очень, скажем так, хороша. Потому что и в городе Хабаровске, вы знаете, проводились и чемпионаты мира, и чемпионаты России по различным видам спорта, да. То есть это же не просто так, это говорит о какой-то спортивной составляющей, которая позволяет делать это такие прекрасные мероприятия. И те виды спорта, которые традиционно в городе Хабаровске развиваются, то есть они вот на этих спортивных объектах и совершенствуют мастерство спортсмены. Это профессионалы. А если мы говорим о любителях? Мы говорим, если... Вот вы говорите просто площадки рядом с доступностью, это... Вот смотрите, допустим, будем говорить о наших муниципальных стадионах. Администрация города, вообще мэр города Сергея Анатольевича, он уделяет очень большое внимание и развитию спорта, и, допустим, спортивной инфраструктуре. Вот на наших трёх спортивных, скажем так, стадионах, да, это «Нефтяник», «Юность» и «Заря», «Заря-27» сейчас у нас появилась ещё. То есть мы даём жителям ближайших микрорайонов в утренние часы и вечерние часы просто приходить на стадионы и заниматься просто физической культурой. То есть это можно ходить вдоль поля, делать всевозможные упражнения. То есть вот одна из форм здорового образа жизни в лице администрации города – бесплатно, пожалуйста, приходите, занимайтесь. Сколько вам удобно. Вот, знаете, я разговаривала с селекционерами, и они сказали о том, что у нас две беды. У нас либо много снега зимой, либо его отсутствие. Вот в этом году зима была снежной, мы просто можем подвести с вами тоже итоги зимнего сезона. Как зима отродилась на спортивной жизни Хабаровска? Ну, во-первых, в эту зиму мы впервые по просьбе жителей города Хабаровска провели эксперимент и с помощью нашей муниципальной школы «Лидер» совместно с администрацией центрального района в парковой зоне «Динамо» сделали лыжню. И вот вы знаете, мы получили действительно очень много хороших отзывов, что люди в центре города могли просто прийти и покататься на лыжах. Конечно, это были не такие традиционные коньковые трассы, но тем не менее это можно было сделать. Ну и, конечно же, больше всех снегу радовались наши лыжники, которые в течение трех зим не имели возможности полноценно, скажем так, заниматься своим любимым видом спорта. Это не только лыжники, это там есть у нас много ветеранов, много любителей, которые ведут просто здоровый образ жизни. То есть снежная зима не помешала развитию, скажем так, спортивной инфраструктуре, там, спорту в городе Хабаровск. Скажите, пожалуйста, вот если люди захотят действительно создать около себя, около своего дома, ну, потому что мы говорим о доступности спортивных сооружений, около дома создать какую-то спортивную площадку, по каким программам и где? Я просто знаю, что есть тысячи дворов, есть ТОСы, насколько они эффективны и как вот повышается количество? Вы все правильно сказали. Вот и администрация города, и управление жилищно-коммунального хозяйства у нас в администрации города постоянно делает акцент, что инициатива жителей здесь очень важна. Вот у нас в Хабаровске 167 ТОСов. Я так понимаю, что это очень активные люди, которые организовались, которые видят перспективу развития и благоустройства своей территории. Если они пожелают, допустим, улучшить свою территорию, в том числе сделав какую-то там спортивную инфраструктуру, то, пожалуйста, это есть там и гранты, и есть инициатива, и будет результат. То есть и тысячи дворов, вы правильно сказали, то есть выделены в город Хабаровск более 300 миллионов на благоустройство дворовых территорий. То есть это уже управляющие компании ТСЖ, те люди, которые, я опять повторяюсь, видят, что нужно сделать во дворе шаговой доступности. Это все в их, скажем так, возможностях. Из массового, получается, спорта можно тех же детей перевести в секции, ну а далее это уже будет профессиональный спорт. Вот эта промежуточная часть секции, они их достаточно, какие развиваются, какие там, может быть, меньше пользуются спросом. Вот как в этом состоянии? Вот если говорить о наших муниципальных спортивных школах, да, то мы развиваем 25 видов спорта. 25 видов спорта в наших 9 спортивных школах. У нас 4 школы Олимпийского резерва, которые, кстати, на протяжении вот уже 3-х лет мы будем получать приличные деньги от государства на улучшение инфраструктуры, приобретение инвентаря, организации сборовых мероприятий, там различных мероподдержки, там в школах они это делают. То есть у нас вот на бесплатной основе в наших муниципальных школах в 9 занимается около 6 тысяч ребятишек бесплатно. Это привлечено. Более 5 тысяч. А всего в наших школах 6, то есть тысяча у нас где-то вот, это у нас платные группы, это вот у нас гимнастика, художественная гимнастика, где плавание, где вот у нас наши учреждения еще ведут и платную деятельность. То есть занимаясь платно, потом эти детишки попадают в наши группы, которые позволяют им повышать мастерство, скажем так, на безвозмездной основе. А скажите, пожалуйста, вот эта сеть секций детских, она будет расширяться? Или вот как дальше планируется жизнь этих секций? Вот вы знаете, мы думаем об этом в каком плане? Чтобы, допустим, какой-то вид спорта начал развиваться, да, необходимо определенные требования. То есть это необходимо не менее 6 групп, это нужны подготовленные тренеры. То есть вот сейчас я вижу, вот у нас оптимальный вариант тех видов спорта, которые мы развиваем, он оптимален. То есть вот у нас, если будут появляться какие-то спортивные объекты, да, спортивные объекты у нас в планах, там, и строительство лыжного стадиона, у нас и строительство в планах и конькобежного стадиона, у нас в планах строительство 50-метрового бассейна. То есть мы просто вот этими базами улучшим инфраструктуру этих видов спорта. И, конечно же, ребятишки получат более-менее лучшие условия. Вы сказали очень важное слово, тренеры. Достаточно ли их, в принципе, у нас? Как они себя проявляют или откуда вы их берете? Ну, идеальный вариант, конечно, у нас есть Дальневосточная Академия физической культуры. Конечно, это основной поставщик тренерских кадров не только в город Хабаровск, а на весь Дальний Восток. Вот, конечно, надо сказать честно, что зарплата тренерская сейчас, ну, не совсем она высокая. Вот она складывается у нас из нескольких, скажем так, составляющих. У нас есть вот учреждения, которые оказывают платные услуги, например, вот такие, как Дельфин, Галактика, Олимпия, да, там есть платные группы. То есть и зарплата тренеров, которые участвуют, еще и ведут платные группы, она немножко повыше. Те учреждения, которые, ну, допустим, не имеют такой возможности, там, соответственно, заработная плата. Но если я скажу, что в среднем где-то 42 тысячи, которые без платных, и в районе там 50 тысяч, чуть больше со всеми, скажем так, источниками доходов. Ну, средняя зарплата по Хабаровскому краю, в принципе. Да, да, да. Ну, вот я говорю, ну, конечно, зарплата еще зависит от стажа тренера, от тех групп, которые он ведет. То есть есть группы и начальной подготовки, а есть группы высшего спортивного мастерства. То есть у нас подушевой метод, скажем так, оплаты и коэффициент за, понятно, за группы спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства, он гораздо выше. И зарплата тренерская, соответственно, там тоже повыше у тренеров. Но их достаточно тренеров, потому что, вы говорите, ну, 6 тысяч детей занимаются. Вот на данный момент у нас, я знаю, что проблемы испытывают велосипедисты. Велосипедисты. Ну, желательно бы там, конечно, хотелось бы, допустим, чтобы побольше молодежи шло. То есть у нас вот в плавании там, скажем так, я вижу проблемы, в лёгкой атлетике, как бы так вот, не в обиду нашим педагогам, опытным, квалифицированным, качественным. Да, хотелось бы, но очень тяжело идет этот процесс. Ну, те, кто услышали, возможно, теперь знают, где есть вакантные места. И мы можем плавно перейти, получается, к третьему, по сути дела, звездному моменту. Это профессиональный спорт. Как профессиональный спорт развивается именно в Хабаровске? Ну, профессиональный спорт развивается в Хабаровске. И, скажем так, я уже сказал, что исторически здесь сложившиеся виды спорта – это единоборство. Я вот ни в коей мере не хочу никого обидеть, что вот в единоборствах, вот какое единоборство ни возьми, будь то борьба, бокс, карате – везде свои успехи и свои лидеры, и свои чемпионы. Но я скажу, что вот сейчас очень динамично начал развиваться вид спорта плавания. То есть Федерация плавания очень хорошо работает. Вы, если следите, то есть строительство школьных бассейнов. Это со временем, как вот в боксе, они создавали инфраструктуру, строили залы. Ну, как программа «Самбо в школу» тоже была. «Самбо в школу», сейчас борьба в школу. Вот буквально месяц назад приезжал сюда Мамешвили, олимпийский чемпион, президент Федерации Михаил Геразович. То есть он представил целый, скажем так, бизнес-план, это борьба в школу. То есть и в этом направлении тоже нам надо будет совместно с Федерацией поработать. То есть я говорю, профессиональный спорт, он тогда развивается и дает хорошие результаты, когда есть хорошая основа, когда есть кадры. То есть вот об этом мы помним, знаем и реализуем. И результаты у нас грандиозные, есть же олимпийские чемпионы. Есть призер олимпийских игр, есть чемпионы мира. То есть результаты достаточно очень хорошие. То есть на данный момент и в прошлом можно сказать, что Хабаровск – это спортивный город. А что дальше? Вот дальше, вы знаете, я 29-30 числа участвовал в очень интересном мероприятии. Это была стратегическая сессия. И там мы большим, скажем так, составом обсуждали, каким же город Хабаровск будет в будущем. То есть мастер-план города Хабаровска. Поступило более 600, скажем так, предложений. И вот сейчас, буквально на предыдущей неделе, это КБ «Стрелка». Они вот те 600 предложений саккумулировали в определенные, скажем так, пулы. И вот город Хабаровск, скажем так, из того, что мы там наработали, представляется таким образом, что три направления. То есть это транспортный хаб, это туристический центр и центр, где необходимо улучшить благоустройство. Вот эта работа будет продолжаться, и я думаю, надеюсь, что в последующем мы в этой работе будем представлять уже проекты конкретные. То есть нам от спорта есть что представить. У нас и 50-метровый бассейн, у нас и лыжный стадион на Воронеже, у нас спортивный зал универсальный в парке ДОВ уже с проектами. То есть я думаю, что я постараюсь донести это до, скажем так... Чтобы планы быстрее реализовались. Да, чтобы это все реализовалось, потому что территория города Хабаровска 42 километра вдоль реки. И было бы идеально, например, лыжная база на Воронеже, лыжная база на Элинке. 50-метровый бассейн вот в проблемной площадке, на пятой площадке, где не совсем хорошая инфраструктура. То есть это будет большая точка притяжения. И, например, строительство ледового комплекса «Вулкан» в парке Северный. Еще вот я вижу проблему. Очень много молодежи обращается, это вот молодежная субкультура, это скейтбординг, ребята на роликах, которые катаются, скалолазание. То есть мы с управлением инвестиционного развития тоже видим эту проблему. Вот в парке Северном планируем, но это очень не быстрая работа, сделать такой комплекс, где бы вот эти все молодежные субкультуры собрались. То есть чтобы всем было комфортно, начиная от скалолазания и заканчивая там вот этими скейтбордингами и всеми вот этими делами. Дай бог, все реализуется и как можно быстрее. Мы очень надеемся на это. У нас в гостях был Александр Леонов, начальник управления по физкультуре, спорту и здравоохранению администрации Хабаровска. Это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш телеграм-канал, если что-то пропустили. Все материалы и этот эфир можно посмотреть на нашем сайте хабаровск.тв.ру. Я, Надежда Выходцева, прощаюсь с вами. До новых встреч. Физкульт-приет. Физкульт-приет. Физкульт-приет.